Егор, он у нас сегодня основной докладчик, как честно написано, мы решили вот такую серию вебинаров провести для того, чтобы действительно познакомить всех, кому это интересно, кто задумывается об обучении, о том, чтобы его или проходить, или проводить, или для своих сотрудников организовать, например. Да, вот, ну, чтобы было понятно, как у нас эта линейка организована, как можно к обучению подойти, да, с той или с другой стороны. Ну, я не скажу, что это как бы такое подведение итогов, хотя зима близко, но Новый год тоже уже не за горами, и можно попытаться, да, уже рассказывать, что сделали. Да, наверное, мы в этом году здорово с курсами постарались поработать, хотя, конечно, да, год был непростой, это мы все понимаем. Линейка, она создавалась и в сотрудничестве с коллегами-педагогами, да, преподавателями, здесь все совершенно честно, и на стадии, на этапе как бы прототипа, когда мы этот курс только-только планировали, и потом, когда мы проводили такие бета-чтения, и потом общались, да, с коллегами, слушали замечания, отзывы. Некоторые курсы создавались, хочу большое спасибо сказать своим коллегам, тем, кто занимается продвижением курсов, вернее, наших операционных систем, ну, курсов заодно иногда, потому что именно, ну, общение с заказчиками, потребности, их выявление, вот эти вот вопросы, то, что интересует, то, что нужно, то, что злободневно, это все к нам приходит, да, отсюда тоже. Ну, и слушателям тоже обязательно должна сказать спасибо, потому что мы стараемся отзывы по курсам собирать и тоже принимать во внимание по возможности. Ну, вот эта линейка вебинаров, еще разик, значит, скажу, она по тому, ну, какие курсы у нас появились в этом году, некоторые модернизировались, некоторые новые появились, как их, ну, вот в это непростое время можно читать, проводить, может быть, какое там развитие мы видим в более там светлом будущем, если будет получаться. И по каждому курсу мы попробуем сделать такое, ну, вот не очень длинное, но емкое, надеюсь, интересное общение. Уважаемые коллеги, кто нас вот сейчас, да, видит, слышит, пожалуйста, тоже оставайтесь, не оставайтесь сегодня равнодушными, пишите в чат вопросы по ходу дела, может быть, они у вас уже сейчас появились, да, вы с ними пришли, может быть, по ходу выступления появятся. Мы постараемся кратко изложить, ну, вот то, что запланировали, а потом попробуем с вами пообщаться, да, вот, ну, вот, наверное, вот таким вот образом это все сегодня организуем. Сегодня мы будем рассказывать про именно опыт такого дистантного обучения. Здесь не все так легко и просто, потому что, ну, есть сложные технические вопросы, есть там всякие психологические, но я надеюсь, что Егор своим опытом поделится, может быть, кто-нибудь из его слушателей даже сможет к нам присоединиться и как бы с другой стороны тоже расскажет, как это все выглядит. А остальные вебинары мы будем уже рассказывать про те курсы, которые разработаны, ну, и, может быть, когда-то там планы наши тоже обсудим. Егор, я могу тебе слово передавать. Подключайся. Я, наверное, ну, так, не попрощаюсь, а просто пока выключусь. Ага, да, Егора слышу. Я готов. Всем здравствуйте, меня зовут Егор Орлов. Мы сегодня с вами поговорим о том, как мы начали проводить всю линейку курсов ОСАЛЬТ. Да, вот, собственно, Мария обозначила тему, как развернуть всю линейку курсов по ОСАЛЬТ или авторизованный центр действия. Хорошо, я выключаю сейчас камеру и включу свою презентацию. Собственно, о чем я хотел сказать. Сегодня рассказать о создании учебного центра БАЗАЛЬТ-СПО на базе СПБ-ПУ, на базе Питерского политеха, собственно, как бы о наших возможностях и о том, как мы начали в дистанционном формате, в таком ковид-ориентированном формате проводить всю линейку авторизованных курсов БАЗАЛЬТ-СПО. Хочу рассказать про схему обучения на курсах и о том, какие методические материалы мы используем и, собственно, как занятия проводятся. Ну вот, давайте по этому плану начнем двигаться. Значит, собственно, мы являемся частью политехнического университета, называемся мы высшая инженерная школа. Высшая инженерная школа, в свою очередь, входит в институт дополнительного образования политехнического университета, ну и, соответственно, как бы там головная структура у нас Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Направление деятельности высшей инженерной школы – это дополнительные образовательные услуги. Мы занимаемся, собственно, проведением курсов повышения квалификации и занимаемся программами профпереподготовки. Вот, собственно, в рамках, да, программ повышения квалификации мы и стали, значит, проводить авторизованные курсы базальт-СПО. Наши возможности на текущий момент – это 33 учебных лаборатории, по 12 и более компьютеров, да, 33 учебных класса, снабженных сетевым мультимедийным оборудованием. У нас специализированное оборудование в учебных стендах используется, различные направленности, там это сетевая Академия ЦИСКи, соответствующие там сетевые стенды, стенды по виртуализации и по системам хранения данных, разного рода там стенды другой направленности. В общей сложности это около 400 современных компьютеров, на которых проводятся совершенно там различные курсы, совершенно различные направленности. Ну, собственно, как бы мы говорим как раз-таки о авторизованных курсах базальт-СПО. Ну, вот таким вот образом выглядят у нас учебные классы. Сейчас, естественно, в такое ковидовское время они простаивают, частично, да, там частично продолжаются очные занятия, ну, собственно, как бы когда, значит, собственно, эти очные занятия проводятся. Как я уже сказал, есть стенды с оборудованием, там, в частности, да, там, то, что пришлось добавить к таким стандартным решениям по проведению курсов на виртуальных машинах, да, там, в данном случае к курсу по виртуализации, это, значит, стенд по системам хранения данных, например. Потому что вопросов в процессе обучения относительно, там, использования фибры Чемова, относительно использования, там, айскази с мультипасом, с прочими-прочими вещами у слушателей возникают достаточно много, ну, и, соответственно, какие-то вещи приходится моделировать, показывать, демонстрировать, что все вот работает вот так, а не там как-то иначе. У нас в штате есть два сертифицированных преподавателя, ну, собственно, один из них я. Мы силами этих двух преподавателей закрываем полный спектр курсов базальта СПО, да, которые в настоящий момент есть, собственно, мы вместе сертифицированы на всю линейку курсов и накопили опыт проведения этих курсов линейки. Что-то мы проводили в очном формате, что-то, значит, удалось провести только в онлайн, но, так или иначе, значит, соответственно, мы набрались, да, там, опыта и проведения всего, что в настоящий момент у базальта СПО предполагается в линейке авторизованных курсов. Кроме того, собственно, занимались разработкой методических материалов по трем из имеющихся шести курсов, да, именно готовили методические материалы по курсу Alt-User Pro, по профессиональному пользователю OS-Alt, курс по виртуализации и курс по инфраструктурным службам Alt-Wirt и Alt-Serve. Общая схема обучения на курсах базальта СПО выглядит вот таким образом, она именно таким образом, собственно, как бы у нас показана, демонстрирована на сайтах, да, то есть, ну, это как бы наше такое видение оптимальной линейки прохождения этих курсов. Значит, есть, соответственно, пользовательские курсы по OS-Alt. Это вот как раз-таки профессиональный пользователь, такой условно курс, находящийся между традиционными пользовательскими навыками и навыками осознанного пользователя-администратора, да, там, соответствующих операционных систем. Вот, и, собственно, администраторская линейка, которая начинается с курса Alt-Adm-1, с курса администрирования OS-Alt, часть первая, дальше продолжается в виде второй части, ну, и ответвлением, да, там, от этого продолжения администрирования, значит, является курс по автоматизации, да, то есть по написанию shell скриптов в OS-Alt. Ну, а уже как бы следующей линейкой, следующей, вернее, ступенью, да, после получения базовых навыков администрирования являются курсы по виртуализации в OS-Alt и по администрированию инфраструктурных служб, где основное внимание, да, в инфраструктурном, в курсе по инфраструктурным службам уделено построению доменов, как Active Directory, так и FreeIPA, да, и, значит, там, вспомогательным службам, таким как DNS и DHCP, ну, и также, соответственно, резервному сохранению. Ну, а виртуализация, понятно, охватывает тот комплекс решений, который входит в продукт альтсервер виртуализации. Собственно, предлагаем мы эти курсы пройти в трех форматах, и, собственно, как бы эти три формата как раз-таки за вот время работы в качестве авторизованного учебного центра мы так или иначе смогли опробовать, да, это традиционный очный формат, когда происходит живое общение со слушателями в компьютерном классе. Далее это очный с применением дистанционного обучения, вот, в частности, то есть, как бы формат в реальном времени, да, точно так же там в течение там восьми или четырех часов в день читается материал, но, соответственно, с использованием разного рода инструментов, ну, грубо говоря, для проведения вебинаров, да, для проведения дистанционного обучения. И, наконец, тот формат, о котором сегодня хотелось сказать, и в котором мы начали работу, это очно-заочный формат с применением дистанционного обучения, ну, такое его официальное название, да, по факту это выглядит как сочетание дистанционного формата проведения с онлайн-форматом, то есть сочетание, когда слушатель просматривает часть материалов, да, теоретический материал в записи, а для выполнения практических заданий, опять-таки, с использованием, да, там, онлайн-средств общается с преподавателем, ну, что называется, вживую, да, но дистанционно. По окончанию мы, как государственный университет, выдаем удостоверение о повышении квалификации государственного образца, ну, и поскольку речь идет об авторизованных курсах базальт-СПО, то, соответственно, в прохождении курса выдаются сертификаты базальт-СПО. Сертификаты базальт-СПО. Как мы организовали вот это вот проведение вот таких вот занятий, значит, мы рассчитали, что оптимально для такого ненапряжного с точки зрения выделения времени, для обучения будет формат прохождения курса в течение четырех недель, ну, то есть в зависимости от часовой длительности курса, это получается 6-10 часов в неделю, которые, собственно, слушатель должен выделять на обучение. При такой схеме получается, что времени на, собственно, осознание материала вполне достаточно, да, там более того появляется возможность какие-то вещи, так скажем, переосмыслить, проверить на практике и уже на основании вот этой вот проверки, значит, задавать преподавателю там какие-то вопросы уже как бы достаточно такие глубокие, да, и показывающие, ну, осознанность, что ли, значит, полученных навыков. Вот. И кроме того, этот же формат, он, ну, условно, может быть, отнесен к формату обучения без отрыва от производства, потому что, собственно, такой разряженный режим, да, по 6-10 часов в неделю, то есть, грубо говоря, это получается там 2-3 занятия в неделю, причем часть этих занятий, а именно, да, там занятия по освоению теоретического материала, они записаны в виде роликов, то есть, соответственно, слушатель в свободном режиме, да, там это дело проходит. Вот. Но там, естественно, остаются практические занятия, когда, которые проводятся по расписанию, да, и в рамках которых происходит там онлайн-общение с преподавателем. То есть, разделение вот такое, да, на, собственно, просмотр видеороликов и онлайн-общение с преподавателем, вот, с одной стороны, да, обеспечивает свободный режим прохождения по части занятий, с другой стороны, оставляет возможность все-таки, как бы, ну, реализовывать какой-то, какой-то контроль знаний реализовывать, как сказать, поддерживать слушателей, да, в том состоянии, что они, значит, все-таки общаются, все-таки что-то изучают, да, они просто, как бы, отпущены с материалом в свободное плавание, как бы, и делают, что хотят. То есть, с одной стороны, получается удобный для слушателей режим, с другой стороны, получается, что этот режим, он все-таки обеспечивает некий контроль усваивания материала со стороны преподавателя, со стороны учебного центра. Собственно, как выглядят методические материалы, как занятия проводятся, значит, есть авторизованные учебные пособия для курсов, которые разработаны, там, под, так скажем, руководством базальт-СПО, да, специалистами, преподавателями. В общем и целом, по каждому курсу это масштаб, там, примерно 100 с лишним страниц. 100 с лишним страниц. Формат вот у этих методических материалов, это, ну, условно, пустогранка. Разное название можно использовать, да, то есть рабочая тетрадь, где оставлены места под запись, собственно, как бы, со слов преподавателя. Соответственно, если это проведение курса в режиме оффлайн, условно, да, в режиме общения с преподавателем в компьютерном классе, то это выдается как распечатанная рабочая тетрадь, и слушатель ее заполняет. Если речь идет об онлайн-проведении, то, соответственно, естественно, это там PDF-документ, который выдается и скачивается. Собственно, в рамках учебного пособия, да, изложим теоретический материал с местами под запись, и там же даются задания для лабораторных работ. Там же дается задание для лабораторных работ. Ну, давайте я пример покажу, если не знакомились с... Какие выглядят? Вот, например, собственно, там рабочая тетрадь по первой части курса администрирования, да, alt.adm.1, администрирование OS-Alt. Соответственно, там, ну, понятно, начинается все в данном случае с самых-самых азов, интерфейс командной строки, да, и далее по тексту. Вот, работа с документацией там и так далее, да, и, соответственно, как бы оставлено место под запись, оставлено место под запись, значит, для того, чтобы слушатель мог заполнять вот эту вот информацию. Используя вот этот вот материал, собственно, как бы, да, происходит изложение теории. Эта теория излагается под запись и становится доступна слушателям в виде роликов. Давайте вернемся к доске. Вот, собственно, следующий момент, да, который пришлось решить в процессе, ну, понятно, методические материалы там преподаватели совместно с сотрудниками в Азальт-СПО, разрабатывали, в итоге разработали, а методические материалы по курсам есть. Следующий момент, собственно, с которым необходимо разобраться, это каким образом эти курсы, собственно, проводить, да, то есть на чем демонстрировать те или иные, да, там, действия, необходимые для проведения администрирования и как заставлять слушателей, на чем заставлять слушателей, предлагать, вернее, слушателям, да, там, все это дело выполнять. Значит, здесь, соответственно, вариантов существует множество, да, там мы, естественно, могли пойти по пути предоставления доступа к виртуальным средам, развернутым на своей площадке, собственно, для этого есть и технические возможности, для этого есть и компетенция, ну, собственно, там, например, материалов того же самого курса по виртуализации вполне достаточно для того, чтобы развернуть у себя виртуальный стенд, и мы при проведении ряде образовательных программ таким путем идем, вот, но в данном случае, поскольку речь идет о, собственно, администрировании, об администрировании, то мы решили в качестве, вот, собственно, демонстрации, да, и в качестве места, на котором, значит, будет производиться, да, выполнение практических заданий предложить, значит, развертывать, ну, собственно, как бы, OS-Alt слушателям самостоятельно, либо на железе, если оно у них есть, да, и есть соответствующие возможности, либо с использованием установленных у них же сред виртуализации. И в качестве таковой, собственно, как бы мы предлагаем использовать VirtualBox, по крайней мере, на базовых курсах, элементарно по той причине, что это среда виртуализации, которая, ну, в общем-то, одинаково работает при использовании в качестве хостовой системы, там, что Windows, что Linux. Это, на самом деле, достаточно важный момент, потому что очень часто на базовые курсы по администрированию, да, идут люди, которые, как бы, еще не начали использовать Linux активную, и у которых основной средой является Windows, например, там, или что-то еще. Вот, в этом плане, как бы, да, там, возможность взять некий образ виртуальной машины, которую можно одинаково запустить и в случае, там, использования Windows на хосте, и в случае использования Linux в одной и той же среде виртуализации, которая одинаково выглядит и одинаково работает и там, и там, получается вот это вот достаточно удобным вариантом. Вот, хотя, естественно, как бы, да, там ничего не мешает те же самые виртуальные машинки запускать в любой другой среде, если там есть таковое желание, да, и соответствующая возможность. Вот, ну, естественно, как бы здесь не так все просто с точки зрения продвинутых курсов, да, потому что если мы говорим, там, про базовый курс и про пользовательский курс, вот, достаточно одной виртуальной машины, соответственно, как бы, там, мы ее выкладываем, да, слушатели ее скачивают и работают, что-то делают. Вот, то, например, в курсе по инфраструктурным службам, да, там речь идет о том, что виртуальных машин должно быть, там, около четырех. Причем это разные виртуальные машины, да, либо это один и тот же виртуальный стенд, который в процессе курса перенастраивается, он там, например, используется вначале для построения домена Active Directory и для того, чтобы у нас там реплицировались контроллеры, для того, чтобы происходило, значит, происходил ход пользователей с рабочих станций, подключение к ресурсам, то есть несколько виртуальных машинок требуется. Потом то же самое переделывается для работы во FreeEPA, ну, то есть, как бы, происходит, да, там, переконфигурирование этого стенда. Вот, и еще сложнее все, естественно, становится, когда речь идет о курсе по виртуализации, ну, потому что там все-таки желательно, чтобы у слушателей были физические компьютеры, да, на которых можно было OS Alt развернуть и, собственно, как бы отрабатывать задания на них. Вот, ну, здесь мы постарались там по материалам и по заданиям сделать так, чтобы вот эти вот требования по наличию физического оборудования были минимальные. Вот. Ну, тем не менее, да, там, при всем при том, что вот надо, чтобы у людей была какая-то возможность что-то разворачивать у себя, как бы мне, по крайней мере, кажется, что это более правильный вариант, да, там, чем просто предоставлять доступ к каким-то своим виртуальным машинам на нашей базе. Ну, в этом случае, значит, за пределами, так скажем, проведения курса, да, слушатель лишается возможности, да, там, продолжить это использовать уже у себя. А в случае, если он получил виртуальную машину на руки, ну, по крайней мере, как бы у него возникает возможность, да, там, обучение продолжить, в том числе и после окончания курса. Собственно, да, там, основой для изложения теоретического материала являются видеозаписи. У нас для этого развернут портал дистанционного обучения на одном из достаточно популярных решений, да, в этой области, а именно Noodle. Собственно, там у нас лежат записи теоретического материала, записи примеров. Более того, там, по мере возникновения каких-то вопросов на практических заданиях, дополнительных вопросов, да, когда слушатели хотят что-то узнать, мы эти видеоматериалы пополняем, дозаписывая дополнительные темы. Ну, собственно, выглядит это, выглядит это следующим образом. Выглядит это следующим образом. Пример, да, там, курса второй части администрирования, второй части курса по администрированию. Собственно, модули, да, записанные в них видеоролики, выложенное пособие. Ну, вот таким образом, да, собственно, как бы там, какая-то рабочая часть, терминал или виртуальная машина, да, с одной части и, собственно, пособие с другой, да, позволяют излагать и сразу показывать на примере, там, тему, да, ну, в данном случае настройку загрузчика операционной системы. Загрузчика операционной системы. Давайте вернемся к материалу. Вот, собственно, да, за счет, да, Да, собственно, за счет размещения на портале дистанционного обучения видеоматериалов, да, и получается, появляется возможность значительную часть обучения, так скажем, проводить, да, в свободном режиме. В свободном режиме. Ну, а следующий, собственно, этап, да, нам, как уже, значит, сказал ранее, да, там, необходимо все-таки в какой-то степени слушателей контролировать, чтобы, соответственно, они не откалывались от процесса обучения, да, там, просто на основе видеороликов не обеспечить там ни обратную связь, ни какой-то контроль наличия остаточных знаний после материалов, поэтому дальше, да, там нужно какое-то вебинарное решение. Ну, вот в нашем случае это ТИМС, в нашем случае это ТИМС, как среда, которая, значит, там, собственно, стандартно принята в политехническом университете. Она нам обеспечивает общение вживую во время проведения практических занятий. Практические занятия, естественно, проводятся по расписанию, да, уже без свободного режима, то есть в определенное время, значит, соответственно, подключаемся и, собственно, общаемся. Вот, при этом мы рекомендуем отработанный за ковидное время следующий подход и на курсах по ОСАЛЬТ, и на других курсах. Подход, который заключается в том, что сами практические задания, да, они изложены в методических материалах, и, соответственно, слушатели могут приступать к ним, к выполнению их самостоятельно. А непосредственно на время практики, да, на практическое занятие по расписанию, они приходят уже с накопленными вопросами. Вот это вот обеспечивает, да, там, максимальную, с нашей точки зрения, эффективность проведения занятий и, собственно, как бы максимальное использование времени, как слушателя, так и преподавателя, да. Соответственно, слушатель сам что-то там попробовал, поделал, пришел уже с вопросами и, собственно, как бы эти вопросы в отведенное для практических заданий время мы, собственно, и обсуждаем. Вот, ну, кроме, кроме, так, ой, прошу прощения, да. Ну, вот, как пример, да, там, тот самый, переписка в канале по курсу альт-виртуализация с записью вот как раз вот этих вот собраний, да, собственно, с записью практических, практических занятий, ну, и обсуждением, там, всяких проходящих дополнительных, а также относящихся к курсу вопросов, относящихся к курсу вопросов. Собственно, за счет использования, да, вот таких вот вебинарных решений появляется возможность, ну, не только, собственно, как бы вживую пообщаться, но и обеспечивать возможность некого диалога, пусть и не онлайнового, да, а диалога с некими задержками, но все-таки диалога во все остальное время. То есть пока там в процессе, да, изучения материала время практического занятия еще не настало, но, тем не менее, слушатели могут задавать вопросы преподавателю, он на них там, соответственно, когда появляется возможность, отвечает, вопросы эти, так или иначе, накапливаются, да, а потом, опять-таки, они могут быть всеми вместе, значит, разобраны уже при живом практическом занятии, живом практическом занятии. Вот, ну, собственно, что еще, значит, хотелось бы отметить. По опыту, да, мы, собственно, как бы начали в таком формате проводить занятия, по опыту сразу могу сказать, что вот особенности подобного, ну, во-первых, дистанционного, во-вторых, разряженного по времени формата обучения является то, что, собственно, появляются сложные вопросы. Они появляются чаще, и они сложнее, чем те, которые вот при обучении, грубо говоря, там по 40 часов в неделю, да, там при обучении сплошняком. Собственно, потому что у слушателей есть время на то, чтобы осознать и сформулировать то, что они действительно хотят, хотели бы услышать, а у преподавателя даже если возникает ситуация, когда он сходу не может ответить на вопрос, ну, действительно, сложные вопросы, да, там требуют того, чтобы в них вникнули, возможно, там посмотрели, да, там, на, значит, сочетание каких-то компонент в работе. Так или иначе, вот у преподавателя есть время на то, чтобы ответ продумать, и, соответственно, как бы уже там на практическое занятие, например, принести какой-то продуманный ответ, проверенный там и так далее, да, если как бы на этот вопрос нельзя ответить сходу. Ну, понятно, как бы, если речь идет о том, о какой утилитой найти файл, да, это одна ситуация. Если речь идет о том, а вот какими средствами решается такая, такая и такая задача, которую я там в Windows решал вот так, вот так и вот так, то в ряде случаев, значит, нужно посмотреть, подумать, там, возможно, что-то поискать. Вот, кроме того, что вопросы становятся сложнее, значит, происходит некое приближение к актуальным задачам, которые стоят, собственно, у слушателей в их работе, поскольку слушатели, во-первых, сидят в своей инфраструктуре, они могут применять полученные знания на практике, что называется, в процессе обучения, сразу получать какие-то результаты или не получать желаемых, вот, и, соответственно, как бы с этим опытом приходить, опять-таки, как бы с вопросами приходить на практическое занятие, с одной стороны. А с другой стороны, если задачка действительно сложная, да, то у преподавателя, в свою очередь, есть возможность эту задачку смакетировать на стенде учебного центра. То есть, соответственно, вот эту вот ситуацию, да, как бы в нее подробнее, ситуацию, с которой столкнулся слушатель, в нее подробнее углубиться, посмотреть, как бы, ну и вместе разобрать результат. Вот это, на самом деле, как бы, такие, наверное, особенности вот этого формата, да, которые мы сейчас выявили, ну, вот за время, за вот это вот начало проведения обучения вот в таком, вот по такой схемке. Вот. Ну и, собственно, как бы, кратенько, кратенько на этом у меня все. Значит, расписание курсов, да, по которому мы идем на сайте базальт-спо и на сайте высшей инженерной школы по указанным ссылкам находится, тут же, да, присутствует контактная информация, по которой, собственно, как бы на эти курсы можно записаться. Ну и, собственно, тем, кто планирует обучаться, да, рекомендую, да, вот Анна продублировала ссылочку, для тех, кто хочет обучаться, да, соответственно, как бы рекомендую по данной контактной информации обращаться. Да, для тех, кто думает о реализации подобных форматов, значит, соответственно, в своем учебном центре, да, то есть тех, кто там с другой стороны баррикад, так скажем, да, все это смотрит, ну, буду рад поделиться каким-то опытом, значит, какой-то, да, каким-то опытом приобретенным в процессе вот развития такого обучения. Вот, собственно, на этом и все. Да, Егор, спасибо большое. Ну, там, да, Егор, скажешь про стоимость? Да, да, про стоимость я скажу, я просто на самом деле даже сейчас покажу. Так, мы смотрели с вами. Значит, стоимость для онлайн-формата, курсы у базальта с полчас двух длительностей бывают, это, собственно, 40 академических часов и 24. Ну, вот, соответственно, стоимость 40-часового курса при проведении в дистанционном формате у нас составляет 16 тысяч рублей. Стоимость более короткого 24-часового курса, это курс 24 часа, это вторая часть администрирования и, соответственно, автоматизация в дистанционном формате 12 тысяч рублей. Ну, мы их держим меньше, чем стоимость общего обучения, ну, собственно, потому что это вот такое, как бы, с одной стороны, антикризисное предложение, с другой стороны, этот формат, он, естественно, легче не только для слушателя, да, с точки зрения выделения времени на обучение, он, естественно, как бы легче и для учебного центра с точки зрения задействования времени преподавателей. Значит, соответственно, 16 тысяч 40-часовой курс. Ответ такой. Да, Егор, спасибо. Мы попробуем Николая подключить. Дай там, наверное, права, если сможешь. Ну, в смысле, звук. Мы просто среди сегодня, среди участников вебинара есть... Николай. Да, слушатель, по-моему, моего там, да, да, да. А он... Я просто не вижу его сейчас в списке. Да, его нету. Слушайте, ну, был, был, ну... Он не мог подключиться, может быть, у него так и не заработал звук из Firefox. Ну, мы тут, да, переписывались и... Ну, хорошо, ладненько, если что, мы его там, может быть, в следующий раз о своем просто опыте, вот, ну, как бы с другой стороны расскажет. Может быть, там какие-то вопросы, которые нам не так видны, наоборот, сможет, да, осветить и рассказать или там задать даже. Так, давай посмотрим, Егор, что нам пишут. Что нам понаписали, да, давайте поотвечаем. Так, там про музыку было. Ну, про музыку нет, но ты можешь петь. Вот Александр, смотри, нас спрашивает. Вы хотите проводить обучение сами или в качестве заказчика выступаете? Ну, тогда вот присылаете заявку. Да, значит, выездным, если речь идет именно, как бы, о том, что обучение проводим мы, выездным обучением мы, естественно, занимаемся. Ну, здесь, как бы, надо учитывать некие нюансы, связанные с тем, что сейчас вторая волна и с этой точки зрения немножко не самое удобное время. Вот, то есть надо, как бы, это, как сказать, даже не то, что обсуждать, просто на самом деле сейчас все сидят, по-моему, и ждут, что вот-вот опять-таки все закроется. Да, там, вот. Но, тем не менее, как бы, естественно, выездное обучение проводится, мы приезжаем, там, проводим занятия, если у вас есть база, где их провести. Если, Александр, вопрос заключается в том, что вы хотите делать свой учебный центр, то здесь, соответственно, вопрос, наверное, к Марии, а не ко мне. Да, и, ну, и для Александра, и для тех, кто там нас слушает и тоже на эту тему сейчас задумывается, пишите, можно, у нас короткий адрес теперь есть, еду.собакобожай.ру, если у вас есть предложение, идеи, или если, наоборот, вам, да, 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 вот там, спасибо большое, Если есть какие-то вопросы и нужна помощь. Ну, вот здесь вот Егор не даст соврать, я не хвастаюсь, но мы действительно вместе сотрудничали и что-то придумывали, что-то там подбирали. Много, конечно, там, ребята делали сами, но какие-то идеи, которые были, мы вместе обсуждали, поэтому это такой, я вот с удовольствием слушаю сейчас то, что Егор рассказывает, как-то у него получилось, и даже в таких непростых условиях, и это, на самом деле, еще даже не конец истории, потому что мы сейчас будем добавлять новый курс, и в планах еще один курс. Я даже не знаю, там, Егор, по-моему, еще про него не знает, я потом его напугаю, расскажу, что еще предполагается. Да, Александр? Часть материалов, она действительно, у нас много материалов в бесплатном доступе. Это то, что касается, ну, индивидуального обучения, да, не такого, который там для, ну, заказчиков. Курс базальт.ру, там есть курсы и по работе с системой и для пользователей, и для педагогов, и по прикладным программам. Поэтому, ну, вот здесь мы эту идею, да, Linux-сообщества и открытости совершенно поддерживаем, и в этом направлении периодно работаем. Александр, если вы на курс базальт.ру заходили, регистрировались, нет, по-моему, на Мудре у нас там, да, это сделано, да, 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 вот. Вот, и вы там бесплатно можете проходить обучение, вы можете получать даже сертификаты, можете участвовать в разработке курсов, если вы хотите свой вклад в идти, да, в свободное распространение информации по этой теме. Мы здесь тоже готовы с преподавателями сотрудничать, поэтому, да, да, пожалуйста, здесь мы в этом направлении, ну, тоже с удовольствием готовы рассказать, много чего сделали, да. И, ну, YouTube-канал, вот, в частности, и этот вебинар мы, ну, может быть, там как-нибудь соберем самое важное, самое интересное и тоже выложим на наш канал, можно будет посмотреть. И там, да, обучающие ролики просто специально сделаны, ну, вот, как бы, в зависимости от того, кому как удобнее информацию воспринимать, да, что кто-то будет медленнее учиться, кто-то быстренько послушает, вот, поэтому туда тоже заходите. Да, спасибо большое, да, за ютубовскую ссылку, да. Ну, и если, опять же, есть коллеги-преподаватели, которые еще не вот добрались до нашей программы сертификации, тоже, кстати, на YouTube есть по этому поводу, ну, вот, мой вебинар, я сейчас повторяться не буду, можете его там быстренько перемотать, его можно на скорости полтора быстро послушать, но смысл такой, что если вы начнете с нами сотрудничать, мы, конечно, там помогаем и готовиться к сертификации, и с материалами, не уйдешься, знакомые моих передаем, ну, в общем, про сотрудничество там отдельно можно говорить. Я думаю, что мы сегодня плодотворно пообялись, коллеги, если есть еще вопросы, ну, можете задавать сейчас. Если приготовить у них к следующему вебинару, тоже будет здорово. Мы бы хотели встретиться с вами через неделю, в следующий вторник, в то же время, в 16 часов, и там постараемся более подробно рассказать, ну, вот, про два таких курса первой, да, ступени, как их Егор назвал, по администрированию ОСАЛЬТ. Возможно, там какие-то уже конкретно вопросы мы можем разобрать. Егор, скажи пару слов, что планируешь, чтобы я за тебя тут не наобещала, но потом пришлось выполнять это все. Ну, собственно, в следующий вторник поговорим про два курса администрирования, часть первая, администрирования, часть вторая, что там, собственно, присутствует из материалов, какие, на самом деле уже могу сказать, какие материалы я туда добавил в процессе их проведения, потому что уже возникла ситуация, да, что, собственно, как бы явно напросилась одна тема, которую надо вставить там либо туда, либо туда, но я ее просто вот у нас, соответственно, записал в виде дополнительных материалов, повесил на портал дистанционного обучения. Со временем мы, наверное, ее просто внесем, да, Мария, в официальное пособие. Вот. И, собственно, ну, это естественный процесс, да, когда идет общение со слушателями. Вот. Поговорим о том, что внутри курсов находится, чему они учат, почему они такие, возможно, там какие-то мысли обсудим о том, как это сделать лучше. То есть вот... Да, если кто хочет вот как раз поучаствовать... Да, в обхуждении, прости, Егор, пожалуйста, я просто твою мысль светлую подхватила. Если у вас, опять же, вот вдруг вы посмотрели материалы курса и там возникла идея, что что ж они вот не рассказывают там какую-нибудь совсем важную тему или поменять местами чего-то, или добавить, или... То, опять же, с удовольствием давайте найдем время. Если напишите и даже захочется подключиться к вебинару, тоже такой вариант возможен, мы с удовольствием. Единственное, сегодня технически что-то не получилось, но я думаю, что мы потихоньку... К Новому году все, кто захочет, выступят, и даже там подарок, наверное, какое-нибудь за выступление Деда Мороза получит. Ну что, мы, наверное, можем сегодня прощаться. Егор, спасибо большое. Мне кажется, так все по делу рассказал. Тебе успехов в проведении курсов. Их у тебя теперь много. Большая такая, получается, под твоим руководством, да, семейка за всеми надо следить. Вот, поэтому, чтобы все получалось, приходите, пожалуйста, да, нас слушать. Если там интересно, мы выложим запись на YouTube, можете там поделиться с коллегами, которые, например, сегодня не смогли участвовать, присутствовать, но заинтересуются. Все, всего доброго. Берегите, пожалуйста, себя. Вот, надеюсь вас увидеть в следующий раз здоровыми, да, самое главное. Ну, вот, все, до свидания. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok